привет всем слушал сегодня группу из самого своего детства нет не из самого детства скорее из самой что ни на есть юности был потрясен в юности этой группы в зрелости продолжал оставаться в потрясении но поскольку я сейчас зрелости нахожусь то я продолжаю оставаться в потрясении от группы тэнси си и вот сегодня переслушивал несколько пластинок у меня их немного но кое-чего в общем присутствует тут и новоделы тут и староделы одна из тех групп которые хочется дублировать в разных видах потому что староделы не всегда очень хорошем качестве первопрессы я имею ввиду а новоделы всегда звенят и все в них хорошо кстати тут возник спор очередной в двадцатитысячный раз что лучше новоделы или староделы я сразу отвечу вам просто коротко и ясно что и первопрессы бывают разного качества если брать пластинки там gentle giant например первопрессные они звучат по всякому бывает хорошо бывает что не очень в зависимости от конкретной пластинки первопрессы deep apple например там in rock если брать тоже большой вопрос что лучше оригинальное издание или хорошие отремастированный уже новодел при этом не буду углубляться в общем скажу что новоделы которые на которых издается старая музыка если они хорошей стране выпущены хорошей компанией то они берутся с исходников нормальных мастер лент и делается мастеринг для винила это сильно отличается от мастеринга для компакт дисков и для всяких этих интернет штучек поэтому новоделы новоделу рознь и староделы староделом первопрессы имею ввиду тоже рознь и не надо в это упираться вообще первопрессы представляют помимо того что они звучат хорошо на адекватной аппаратуре опять-таки если брать нормальный проигрыватель нормальный усилитель нормальные колонки это вообще отдельная история то конечно кое-что звучит прекрасно кое-что звучит не очень но коллекционную ценность представляет и то и другое и третье и четвертое если говорить о первопрессах конечно они стоят денег в первую очередь из-за коллекционной своей ценности во вторую очередь из-за звучания которое уникально это правда за некоторыми исключениями я уже называл там ряд исключений джет ротал например прекрасно звучит на первопрессах оригинальные исполнения вообще там компания атлантик например то что выпускалась там отков например в конце шестидесятых годов прекрасное звучание там всякой iron butterfly и прочего на артко которые выходили это супер конечно а изданные эти же вещи уже сегодня они немножко проигрывают конечно по звучанию но это отдельная история это вообще для для убитых коллекционеров а я не коллекционер я меломан это две большие разницы как говорят в одессе так о чем я говорил я говорил о группе тэнси си которую я безумно любил и продолжаю любить многие сравнивают ее ну время идет читаешь всякие книжки всякие статьи многие критики сравнивают гулдмана и стюарта а также прочих артистов из группы тэнси си о которых я сегодня поговорю с музыкой группы electric light окестр а в частности с музыкой джеффа лина по качеству потому слово от которыми от тошнит благородству в музыке тошнит просто не могу это слышать про благородство в музыке я скажу что это совсем не так совсем не так поскольку джефф лин он пишет музыку достаточно традиционную понятную просчитываемые и безо всяких чудес там все понятно она абсолютно традиционно написано очень хорошо я не отрицаю мелодического таланта умение придумывать гармонии умение придумывать мелодии прекрасно все это записывать ну что значит прекрасно записывать так как нравится джеффу лину записывать например две пластинки харрисона cloud nine и brainwashed он просто на мой взгляд он убрал оттуда харрисона вообще там его нет там есть группа джеффа лина с другим вокалом с вокалом джорджа харрисона а харрисоновского звучания того которое было у него на предыдущих альбомах там даже близко нет там чистый electric light окестр или группа джеффа лина с вокалом джорджа харрисона но это на любителя что называется у меня есть пластинки electric light окестр поскольку много лет я собираю всю эту музыку я их иногда даже слушаю иногда даже они мне нравятся и вот я улучшу момент такой когда они мне нравятся и покажу и расскажу про них наверное так вот нсс являются мастерами такого же уровня наверное как джефф лин в смысле звукозаписи в смысле придумывания мелодий и гармоний улавливание их из воздуха поскольку они носятся вокруг нас и нужно их уловить переварить в себе выпустить в виде звуков уже на более но эти парни писали музыку совершенно не традиционную совершенно не стандартную не в рок-н-ролль нам не в рок-н-ролльной клетки в которой джефф лин всегда находился он дико любил и любит битлз и делает все как бы как будто бы как битлз но как битлз не получается получается что-то такое стоящее рядом похожее но не как битлз все равно но похоже вот нсс вообще не похоже на битлз совершенно другая музыка и в одном я с критиками соглашусь что они сравнивают танцы 7 не сбитался с фрэнком заппой и некоторые даже пишут что это американский фрэнк заппа в смысле английский фрэнк заппа вот это уже ближе к истине но но тэн сиси как тэн сиси об этом будет в другой раз я хочу вспомнить первую половину группы тэн сиси которая присутствовала на четырех первых альбомах группы тэн сиси это лол крим и кевин годли которые после записи четвертого альбома ушли у меня не много их пластинок дуэта годли и крем всего их 10 штук вышло если я не ошибаюсь если они все в энциклопедии там существует не так легко их найти дуэт этот лол крим и кевин годли ну а поиски стоят того потому что вся прелесть тэн сиси все их вся их непохожесть ни на кого весь авангардизм весь юмор невероятный все шероховатости при этом шероховатости настолько вычищенные настолько специально разложенные по тактам это большое мастерство все это шло от ну как мне кажется от годли и крима после их ухода продолжалось все в том же ключе но уже в сторону большого мейнстрима очень хорошие пластинки уже без годли и крима были очень есть очень хорошие это как раз с ними это с ними это понятно с ними это годли и крим в полный рост здесь присутствует это тоже естественно ну а дальше там Блади Турист все это уже без них и там пошел мейнстрим но очень качественный очень качественный потому что Голдман и Стюарт вторая половинка группы тэн сиси профессиональные композиторы которые писали песни Голдмана в частности для Ярдбердс Фоя Лав знаменитый хит это его песня для Холлес они писали песни для кого-то еще много-много Вплоть до Джеффа Бека они отдавали материал поэтому поднаторели в написании хитов о чем повествуют и вот эти парни годли и крим например на пластинке под названием Л шедевральный это действительно шедевр это нужно иметь каждому кто собирает и слушает в первую очередь собирать не обязательно главное слушать музыку Л это вышла если мне память не изменяет в семьдесят восьмом году пластинка Годли Крим это шедевр абсолютный это арт-рок это прогрессив-рок это авангард как угодно можно это называть это влияние заппе влияние много кого еще влияние классической музыки а в первую очередь влияние собственного мозга удивительный совершенно альбом первая песня The Sporting Life семь с половиной минут это целая мини-опера это можно сравнить например с вот этой пластинкой TNCC One Night in Paris вот эта вот сюита тоже она там около десяти минут идет но вот The Sporting Life похожа но она более она поэнергичней она поэнергичней и столько там вот хочется сказать наворотов не наворотов там столько музыки такое количество музыки в одной только песни The Sporting Life что ого-го послушайте повысить невероятное удовольствие и вот все эти голоса все эти распевки оперные мюзик-хольные опереточные то что было в первых альбомах TNCC это все Гобли и Крим вот эти вот многоголосья очень смешные очень классические в то же время очень смешные переплетающиеся улетающие это полный кайф дальше Art School Kenton произведение тоже очень мягкое такое ну Art School Kenton понятно что очень интересная штука здесь финальная хит factory business is business видимо посвящение второй половинке TNCC очень тяжелая очень ёрническая такое но быстрое музыкально вычищенная кристально Энди Макай здесь играет на саксофоне из группы Rocksy Music если я не ошибаюсь есть он здесь где он здесь есть да Энди Макай тенор и альт саксофоны и на произведении foreign accents он дает такого джазу во всех смыслах этого слова во всех смыслах и в смысле классическом дает джазу играет джаз и в смысле развязности дает полного джазу ну вот кстати пластинка которая мне не нравится ужасно изм изм это 81 год год для и крим просто я брал все что есть год для и крима очень интересные просто ребята это какой-то такой странный рэп с очень хорошей музыкальной подкладкой не подкладкой даже на очень хорошую музыку наговорен безумный какой-то рэп с невероятным количеством слов современные рэперы могут тут отдыхать в стороне но слушать меня это достаточно тяжело и из того что я прочитал слушать это тяжело даже тем кто хорошо знает английский язык потому что ну очень много чересчур очень круто все сыграно но чересчур и песня wedding bells одна единственная которая похожа здесь на песню которая является песней в стиле раннего тен-си-си она выглядит уже как-то даже пародийно здесь потому что жесткая очень музыка жесткая моторная такая штука не 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 такая вот она моторная внутри там роковые рифы и на них какие-то таинственные всякие у тем быстрый 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 голоса достаточно утомительные но вот альбом например фриз фрейм год для крем это у нас 79 79 год вот эта штука это шедевр однозначно это классика на все времена это просто обязательная вещь для тех кто любит тен-си-си кто не любит тен-си-си могут вообще забыть все о чем я говорю а вот здесь пол маккартни поет например фил манзонера играет на гитаре опять-таки из рокси-мюзик до фриз фрейм шикарная пластинка на все вкусы здесь и авангард здесь и фантазия штучки от фрэнка заппы и английская сдержанность английская вылизанность перфекционизм прекрасный идеальный совершенно всем угодил альбом хотя совершенно очевидно что год для и крем никогда не стремились всем угодить в отличие от своих товарищей голдмана и стюарта которые писали песни на заказ эти парни не люблю я говорить экспериментируют что значит экспериментирует эксперимент поставим эксперимент удалось еще эксперимент поставим не удалось ничего похожего в студии не происходит музыку сочиняют так как она сочиняется насочиняли очень много ан инглишмен и нью-йорк первая песня по названию похоже на песню сами понимаете кого имен называть не буду инглишмен и нью-йорк все знают да мне очень не нравится то при вот то произведение это мне очень нравится например стинга я имею ввиду да если кто не понял я терпеть не могу соленые записи стинга хотя группу полис ценю чрезвычайно высоко и она у меня в топе было есть и будет вот бывают такие метаморфозы да когда начал стинг сольно работать что-то я вообще слушать не могу так вот этот ан инглишмен и нью-йорк где повета пол маккартни бэк-вокал и монзонеро играет на гитаре длиннющее полотно много раз меняющая гармонию меняющая мелодию хотя кажется сначала монотонным но такая монотонность которая затягивает и там опять-таки столько музыки столько здесь всего что любо-дорого слушать ну и все остальное тоже хорошо очень фриз фрейм достаточно такая тяжеловесная вещь клювис на второй стороне бразилия произведение которое начинается с рифа известного и любимого многими смоком довода тут и продолжается всю песню эта штука и на этом рифе написано это самое бразилия достаточно смешно в общем пластинка для тех кто любит тэнси си в полный рост а для тех кто любит шаг за черту тэнси си вот это до тэнси си доберемся так же как и до джеффа лина меня обвиняют во многом уже там в комментариях так что не буду вас задерживать пойду пить пока до новых встреч но я еще вернусь счастливо